В это непростое время организаторы сделали все необходимое, чтобы турнир состоялся с соблюдением всех мер безопасности. И лучшие детские баскетбольные команды Свердловской области, приехавшие в Полевской, чувствовали себя комфортно и, главное, безопасно. Многие команды в докоронавирусную эпоху очень часто бывали на различных соревнованиях в Полевском. И, приехав сейчас, не переставали отмечать прекрасные условия, созданные Северским трубным заводом на своих спортивных объектах. Каждый год проводим здесь сборы, на турниры ездим. Ну, поэтому, наверное, ездим, что все хорошо, все прекрасно, условия замечательные, все супер, как всегда. Несмотря на то, что турнир дружеский и предпраздничный, и настроение участников было подобающее, но, выходя на паркет, игроки превращались в настоящих бойцов и в каждом матче бились только за победу. Очень хорошо, что состоялся этот турнир, потому что дети соскучились, уже не могут просто тренироваться, нужно им выплеснуть свою энергию. Поэтому очень здорово, что это все организовано. Я думаю, это будет очень хорошим бонусом и для детей, и для тренеров, и вообще, в общем, для праздничной обстановки. Помимо непосредственно игр, в рамках турнира проводились еще и конкурсы бросков. И победителем в конкурсе бросков со средней дистанции стал 12-летний разыгрывающий полевчан Илья Вишнев. Илья рассказывает, что уже три года занимается баскетболом. Как-то я в лагере играл в баскетбол, начал играть, потом мне понравилось, я решил записаться, попробовал, мне понравилось, я стал заниматься. Илья отмечает, что сборная физкультурно-спортивного комплекса по баскетболу – коллектив дружный и сплоченный. И за время, что он в команде, они успели добиться весомых результатов. Мы занимали первое, второе, третье места на очень больших турнирах. У нас был турнир, и он был очень крупный, мы играли в Перми, и мы заняли второе место. Многие тренеры отмечали, что пандемия очень сильно отразилась на юных баскетболистах. Долгое отсутствие полноценных тренировок еще некоторое время будет сказываться на функциональном состоянии ребят. Много было закрыто времени залы, не тренировались, пытались и на улице, не было тренировок. В общем, процесс был, конечно, нарушен, по-максимальному старались держать физическую форму, но, конечно, пострадали. Посмотрим, сейчас будем стараться возвращаться в норму, наверстать опущенное. Волей жребия юные полевские баскетболисты на групповой стадии турнира попали в квартет с Юпитером из Нижнего Тагила и двумя екатеринбургскими коллективами «Уралмаш Китс» и «Дюсша» номер 3. В итоге наши ребята уверенно разобрались со сверстниками из «Уралмаша», а затем переиграли и нижнетагильцев. В матче за первое место в группе полевчане сошли с чемпионом Уральского федерального округа «Екатеринбургская» и «Дюсша» номер 3, и в упорнейшей борьбе, к сожалению, уступили с разницей всего в 3 очка. Таким образом, в заключительный день полевчане в матче за третье место играли с командой «Березовского», но, к сожалению, уступили и заняли почетное четвертое место. А победителем предновогоднего турнира стал нижнетагильский «Старый Соболь», переигравший в финале Екатеринбургскую «Дюсша» номер 3. Лучшим защитником полевчан признан Дмитрий Чусов, нападающим Валерий Первушин, разыгрывающим Димитом Пар, а приз в номинации «Большая перспектива» достался Алексею Тимофееву. Максим Исаенко, Константин Миронов. Новости 11 канала.